привет с вами андрей у нас патус над хакок мы патус над хакок вот собственно совет разработчик материала не могут быть перенесены с одного верстака на другой ну да так оно и есть поэтому как и дебаф верстака также может быть перенесем с основой другой начинаете с нуля постоянно только один верстак на полностью залили то есть прокачали второй верстак у вас будет нулевой естественно вы тоже сможете его прокачивать на самом деле это очень хорошо потому что если бы так вот материалы вы переносились между верстаками если бы то и наверняка дебаф бы тоже переносился что не очень хорошо потому что на начале это конечно случайное решение а собственно мы наш персонаж собственно мы снялись на том что у нас 20 уровень еще не человек-монах и у нас присутствует предмет вот он называется письмо с печатью этот предмет он говорит о том что собственно мы завершили игру нам нужно возвращаться на поверхность но нам это упор да конечно же не дадут сделать у нас нам любезно разработчик закрыл весь обзор поэтому нам нужно чтобы вернуться нам нужно откровенно заморачиваться нам дали глухоту но глухота для нас не критично наш коня пробили серебряные драконы и все типы драконов они конечно мерзкие но не настолько критичные как могло бы показаться а когда вы собственно подняли скастуем тьму на них свет для того чтобы они от нас просто отвалили у нас бьет электричеством у нас стоит глухота из-за этого у нас нет звука на королева пауков за респаума злых пауков потому что она думает что ей это как-то поможет на самом деле королева пауков и все призыватели они сами себя убивают из-за конфликта полгар опять зареспаумился наша задача найти выход отсюда и при этом убить всех ну как ведь всех можно не убивать на наш значит просто выйти отсюда наша задача просто отсюда выйти как ты это будешь делать это уже как говорится твои проблемы просто найти выход нас опять дали глухоту дадим ему тьму для того чтобы он от нас свалил из всей глухоты почему я геносужу драконов потому что вот это вот гнида восставшая нас пытается забить у нее ужас пропал и она древние хреноплёте на вас пытается сейчас забить самое интересное на него не подействовал ужас почему-то хотя у нее нет у него гримуар проворства из-за этого не очень высокая скорость внимание на дракона почему-то не работает ужас лошадик очень больно почему-то на восставшего дракона не работает ужас что-то я не понимаю почему на него не работает ужас-то давайте используем очарование так мы потеряем лошадь что-то наша задача найти выход отсюда потому что на выход все таки оказывается сложнее чем движение вперед как-то смешно не звучало чистим критеризели и так далее от собственно лишнего мусора для этого используемся священной рощи галлюцинации и так далее сделаем здесь побольше зелих воды ну просто чтобы они нам не мешали плюс карму хоть куда-то деть можно наша задача просто найти выход с текущего уровня потому что у нас драконы достанутся в присутствии нам нужно просто пять минут постоять поли а мы кстати нашли выход давайте восстановим магический потенциал свой у нас глухота стоит из-за этого мы ничего не слышим что происходит вокруг нас собственно только что глухота прошла нам серебряный дракон давал глухоту раз с древним конечно это такой семазохизм именно поэтому серебряные драконы геноцидятся на самом деле это еще цветочки дальше пойдут ягодки это восставшие тоже ну чтобы вы понимали я загеноцидил и этих гигантов то есть у меня сейчас огромное количество бубов появится ловушек нам нужно просто подняться на первый этаж причем как вы это будете сделать это не важно важно то что вы это должны сделать огромное количество ловушек как вы понимаете все гиганты встали превращающую ловушку обязательно геноцидить надо мобов очень много наш конь потерял проворство давайте мы возобновим его для того чтобы он был чуть-чуть чуточку побыстрее где конкретно находится выход понять сложно поэтому пойдем по смятение нам не актуально важно конфликт использует потому что мобы в большинстве случаев будут что вы понимали вот это вот существо пши насекомое на начале это прям самое мерзкое что вообще может быть мы ее также загеноцидили но как видите они все встали превращение предметов это наверно одна из самых достой дадим ей ужас для того чтобы она нам не мешала и тишину ищем выход отсюда очень много народу тут важно просто свалить с верхних этажей чем быстрее вы это сделаете тем вам комфортнее будет поэтому я рекомендую как можно быстрее сваливать в идеале если у вас есть возможность просто прожать зелье так уже ожившие предметы начали нападать на них смотрите внимание продуктовый паек напал на самом деле ожившие предметы одни из самых опасных драгоценные камни он летает непонятно куда нам идти важно тут именно с конфликтом идти потому что иначе мобы просто будут на вас агриться они будут в любом случае на вас агриться но так они будут отвлекаться на других мобов тем самым с конфликтом вы не так сильно будете проседать по здоровью по хп и так далее они боб у вас в любом случае будут цеплять но по крайней мере не так нам дали глухоту а мы сейчас им дадим ужас для того чтобы мы могли просто отсюда свалить куда нибудь уже превращающую ловушку обязательно нужно диспелить иначе вас самих задиспелит эта ловушка к торговцу нельзя подходить потому что вам придется его убить то есть и поэтому торговца забудьте я не нашел пока выхода давайте его поищем чтобы у нас не висела глухота стоит использовать тут вообще происходит ватханалия потому что дать надо всем этой компанией ужас чтобы она нам не мешала идти собственно один из демонов нарисовался здесь давайте его убьем тишина тут из-за того что у нас просто не получается от глухоты избавиться чтобы избавиться от глухоты стоит использовать наушники то есть у вас будет контролированная глухота тем самым вы сможете игнорировать большинство эффектов глухоты который на вас кидается то есть вы сами себя глушите тем самым но ваша глухота будет контролируемая тем самым для вас это будет лучшим решением чем вы будете сидеть как вы видите огромное количество ловушек если вы низкоуровневая по ловушкам я конечно вам сочувствую сложно найти выход можно хоть попробовать прожать магию но мобов конечно огромное количество магия кстати работает через одно место минга королеве стоит до поля для того чтобы она нас не беспокоила нам замечательно фазирующий червь к нам приполз давайте ему ужас тоже дает а это была ловушка голода но она на мобах не работает ищем дальше наша задача найти выход вот мы собственно нашли выход ну слава тебе господи я уж думал мы не найдем на самом деле высокие уровни они в этом вопросе очень жестокие чем выше уровень тем опаснее мобы и собственно чем ниже уровень тем более спокойно вам будет находиться на уровне да вам конечно вы будете чувствовать что тут огромное количество мобов присутствует но они будут не настолько критичные то есть на них будет работать контроль контроль капец тут народу мобов да 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 Давайте поедим. Отойдем мобам ужас, для того, чтобы мы просто могли двигаться и пройти мимо нит. Пока мы выход не нашли, двигаемся туда. Тут происходит хаос, потому что они друг друга убивают. Самый страшный для нас здесь – это вот этот дракон. Это, если не ошибаюсь, королева драконов, она призывает огромное количество драконов на свое место, т.е. если она каким-то образом оживет, там будет очень плохо. здесь ничего нету, ищем выход. Как же можно его искать, когда тебя упорно пытаются чтобы получить? Я уже не знаю. А я уже не знаю, но опять же это – это аминь. Но я сейчас не знаю. И это – это – это – это – это, это – это и я. Это – это – это – это – это – это – это. Народу, конечно, тут прям премьдец, комментировать особо нечего, потому что, ну, в большинстве случаев у нас нам просто нужно отсюда выйти, а то чтобы выйти нам нужно просто, чтобы нас не доставали хоть какое-то время. Наш конь потерял паровоз, тем самым чуть медленнее стало, а гребаный гном проснулся. Ну, вы сами видите, то есть нам, конечно, упорно не дают идти, я очень хочу иметь, если честно. Больше всего, конечно, бесят короли всякие, короли, королевы. Почему? Потому что они призывают огромное количество мобов. Самое страшное, конечно, из этих компаний, это эти. Дальком. «Музыка». Это можноrets umas пятникой Jest. Продукты. Тем... «Музыка». Анатом! немножко поедет то что просто не голодать мы до сих пор выхода не нашли ищем выход с этажа выход конечно достаточно нудный в этой вопросе можно пробовать прожать карту давайте попробуем так сделать но карта с неким шансом открывает то есть вы видите да то есть она квадратиками открывается раз пять придется ее прожать для того чтобы открыть просто что-то поэтому тут спорный момент стоит ли вообще прожимать карту скорее всего карта ну то есть свиток карты таким же образом работает поэтому выход он в этом вопросе огромное количество народу пегасы проснулись короче говоря тут прям весело злобоглаз еще пытается что-то из себя построить но сейчас ему должно вешать как видите мобам тут весело они пытаются друг друга бить тут без конфликта я даже не знаю как выходить без конфликта наверное если только вы все трупы если вы только все трупы съедите либо не знаю уничтожите по-другому не знаю как выходить потому что оно очень тяжело особенно критично восставшие трупы на которых не работает большинство но если вы видите наши защиты в 60 дней не хватает для того чтобы элементарно даже отсюда выйти на самом деле он сам себя прикипел потому что собственно получается торговец вызывает стражников но стражники по сути говоря если самого торговца и будут убивать потому что идет конфликт ность из-за этого они друг друга и убивают спать нам особо не дадут потому что здесь очень много народу самый мерзкий конечно вон он идет гниль да еще сай в идеале чтобы он к нам вообще не подошел это мастер выкасывание разума один из самых мерзких мобов где насыдится в первую очередь потому что выкасывает из нас интеллект как такое удовольствие сдаем музыку для того чтобы они к нам даже не пытались подползать особенно драконы народу как вы видите до хрена ну на самом деле их не так много может показаться и все они нам просто пока еще идти дают а если мы говорится спускаемся все вы поднимаемся все выше и выше обратите внимание на нас напала палка и за нами идет ловушка это просто жестоко ловушки начинает летать значит то что идет конфликт ловушка будет весело а тут важно не сдохнуть потому что сдохнуть можно за пару секунд а вот тут все оружие ожило то есть как будто чтобы прокастовали на текущий уровень оживление предметов да вы просто издеваетесь у нас ботинки напали у нас ботинки напали у нас пытаются окружить дадим им тьму у нас они конечно очень сильно поджимают и и и и и и и и очень прям много народу и он летают короче тут прям тренинги идти просто не дают мобы потому что их очень многое дадим ему для того чтобы они нам на нас не агодились даём тьму для того что просто и двигаться можно было как в каком-то направлении есть священник но скорее всего сдохнет какая-то что не нет нет непонятно это демон восставший море релит на самом деле он ужасно больно бьет нему ни в коем случае нельзя подходить учитывая то что он демоны на него сработает тьма точнее свет у нас морковка напала просто ищем выход это мрачная гробница она нам не интересует священникам лучше не подходить ни к одному потому что вас просто забьют напала гидра но нам пока это не критично а именно у нас напала как ищет уже летает до сих пор не нашли выход давайте посмотрим еще раз карту как говорится вход там и нашли новых пока нет не видно использование карты и так забирает нашу магия так вообще тут очень много летает ловушек из-за этого очень тяжело выходить кастуем тьму тут кастуем свет храмический дракон это полная папа поэтому он не должен ни в коем случае к нам подползти ищем выход отсюда пробуем промерцать волуны тоже начали двигаться помимо ловушек тем самым мы на волуны еще нападаем дракон черный даем ему страх но мы на него не застали а у него гриму оружие нет нет ситуация печальная нам не дают даже восстановить магию ааааа вот почему это один из самых страшных драконов хроморический он создает огромное количество драконов не в коем случае к нему нельзя подходить пока не видно куда идти просто если у нас закончится магия мы проиграли но скорее всего уже не приятно не а 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 по а нас с кем драться вопрос нужно эти отсюда вы нас паек напала трудновато давайте посмотрим общую карту может что нам общая карта подскажет пока особо не подсказывает она она вообще бы в идеале постоять восстановить его магию то чтобы это сделать нам конечно в идеале чтобы на нас не аграя всякие гидры и так далее вот так который пол лица нам смотрит при нашей ты защите пол лица это прямо до хрена давайте жить с зельем благословленное увеличение энергии 21 единица ой блин это просто финиш стоп circuit Watch ask а c а то а а а d самые сильные тут будут скорее всего жившие вещи потому что все мобы окажутся слабее их еще один демон хэзроу один из всех почему геноцидятся демоны в обязательном порядке потому что ну это полный полный финиш очень большой урон давайте посмотрим у коня там что у нас коня нет временного этого начнем отдать скорость коню чтобы мы быстрее двигались значит сохранение позволяет нам начать с того местного музыкантеля ловушка голода у нас напала тролль нам не дает пройти он мешает очень больно гнида бьет магии нету нам последнюю забираю нам нет смысла все с этой компании со все драться вам просто нужно выйти отсюда ожившая цепь ожившая еда дайте пройти поглощатель лорд вампир оживший свиток нашел я выход там будут уровни закрывая какая геннессия ахренеть Ужас. Это вода. Уровень водных мобов. Причем их сюда притащили, судя по всему. Сейчас эти все мобы на нас нападать, судя по всему, начнут. Но они под конфликтом, конечно, это вряд ли сделают. Мы не могли этого сделать, но все-таки. Пытаемся зарегенерировать магию себя, но потому что это полный финиш. Без магии стоять тут, конечно. Пытаемся восстановить мобов. Мобов. На нас идет акула. Но я думаю, это не критично. А вот слизняк, конечно, это критично. Давайте убьем акулу. Пытаемся восстановить монокул свой. Чуть-чуть. Медуза. Ха-ха-ха. Ёшкин пал. Вы разработчик-юморист. Медуза не такая страшная, но факт в том, что она… просто вода. Если у вас нет летания, вы откровенно подустали, потому что вы, скорее всего, погибнете. Разработчик, конечно, в этом вопросе юморист. Нам бы в идеале, конечно, просто зарегенерировать свою магию, потому что мы… А магия – это основное, что нам нужно, чтобы двигаться. Мы убьем, скорее всего, врагов, но… просто нужно восстановить немножко магию. Ещё один угорь, он бьёт электричеством. А в нетхаке… красный дракон, кстати говоря, в нетхаке угорь бьёт электричеством, а кольцо… левитация является электричеством. У нас иммунитет на огонь, он нам ничего не сделает. У нас все будет, отминес, выс submarines, У нас всё! У нас всё происходит! У нас все будет! У нас всё будет! У нас всё будет! Так, уровень водный, конечно, интересный, пока не понятно что-то сделать, нам надо как-то двигаться дальше, разработчик нам предлагает электричество использовать, если я правильно понял. Давайте двигаться дальше потихоньку, досушить до следующего островка, акулу надо убить, акула убила пираньи, это хорошо. Теперь мы пытаемся убить акулу, мы убили акулу, хорошо, двигаемся дальше. Очень много пираньи, однако, очень много мобов. Блин, я бы знал, что тут такой уровень будет, я бы всё разложил по одной ячейке. Не, серьёзно, я бы просто по одной ячейке разложил, не заморачивался бы. Ну тут, кстати, очень сложный уровень, я просто, когда раньше играл, я не находил, получается, воду в таком объёме, все водные мобы для нас были загеноцижены, поэтому я их не находился. Прах? На самом деле, чтобы вам... А, ага, ясно, нас зажали. Ха-ха-ха, смешно. Ха-ха-ха, смешно. Нас угарь поймал, но я думаю, это не критично. Нам нужно найти выход. Просто элементарный выход. Конечно, водная локация, это интересно, но нам нужно просто отсюда выйти. И желательно сделать это как можно быстрее, потому что тут огромное количество тонн на мобов, которые у нас будут пытаться убить. Ну, ещё один, ещё одно ускользание. Такой вариант можно поднять. Непонятно, где есть качественный вариант. Двигаемся, посушил, в надежде, что найти хоть чуть-чуть. На самом деле, если я правильно понял, тут нужно было изначально, если бы я знал, что будет вода, можно было изначально подготовиться к этой воде. А мобов, конечно, огромное количество. Просто какой-то сильный. О-а-о-о-о! Очень классный. О-о-о-о! А-а-а! но в любом случае страх рулит поэтому вопрос в том кто против нас но я думаю что они не сильно нам дали слепополкин это не критично они даже хуже себе по идее есть заклинание же но он не работает у нас обнаружение сокровища не наверное сработает в теории есть заклинание можно в принципе картографию бы нажимать по надеюсь выдаст на одним из кастов но опять же она очень дорого стоит она 22 магии стоит на летающем уровне и и и и он и и и и Двигаемся дальше, ищем выход, надо даже просто найти выход, нам не нужно вот это всё изобретение велосипеда. Банщи, священник. Тут, наверное, единственное, помогло бы, знаете, поиск механизмов. То есть на этом уровне очень мало механизмов, когда благословлённый этот уровень 100% недоедания. Собственно, давайте кастанём его, это нам нужно погадать. Погадали. Ну, как видите, он нам не помог, как раз у нас. Но проблема в том, что у нас рано или позже закончится еда. Медузу, кстати, надо дождаться, пока убьют. моб, потому что медуза крайне опасный моб, а медузу не смогли убить. Плохо. Ищем выход. Летаем, ищем выход. По возможности, выпрыгиваем из толка с помощью мерцания, для того, чтобы просто не попасть в окружение. Выход, скорее всего, не в центре. Судя по всему, потому что тут много воды. Больше всего как-то подмораживает количество водных ущерб. Разработчик, видимо, решил, не даром же этих существ геноцидят. Да надо их численностью увеличить раза в два. Ну, а то он их нам вернул любезно. Тут, судя по всему, нету. Давайте посмотрим через пирамю. Жалко нельзя что-то типа ясновидения, заклинания, чтобы открывать конкретную область. Ну, кракен, конечно, это ужасное существо. Давайте ему дадим тьму. Для того, чтобы он нас не пытался атаковать, хватать и так далее. Хорошо, у него контратаки нету. Имеется не контратаки, а так называемой ответной атаки, в плане того, что вы его атакуете, а он вас хватает. Ну, мы нашли выход. И тут сразу акула нарисовалась. Ну, давайте ее акулу тоже соберем, чтобы она не отсвечивала. И на этом, наверное, будем заканчивать. Тут еще одна акула. Как вариант, кстати, можно установить свой монокол. Тьма. Королева пауков тоже тьма. Попытаться восстановить свой монокол. Когда шлепает медуза, это ужасно. В медуза тьма и пускай она дальше пытается шлепать. На самом деле, как вы видите, тьма на нее не сработала. А, потому что она на нее не работает, потому что это нежить. Медуза, видимо, является нежитью и из-за этого она на нее не работает. Давайте посмотрим еще раз на медузу. Ну, у нее прям трепец какой. Ну, а все. Ну, мы ее сто процентов убьем. Ну, это будет уже не в этом выпуске. Поэтому, либо просто ее забьем, мы как-нибудь нашли. Спасибо.